Виктор, расскажи о себе, откуда ты, где учился, кто ты по профессии и как вообще попал в сетевой маркетинг? Родом я из Новокузнецка, в Сибирь, закончил школу там, и в связи с тем, что старший брат уже отучился и работал в морях во Владивостоке, ну, следом за ним потянулся вместе с друзьями, у нас с одного выпуска мы практически три человека поехали во Владивосток, поступили в высшую мореходку, в Дальневосточное, высшее инженерное морское училище. Закончив мореходку, по направлению поехал на Камчатку, и на Камчатке, в общем-то, всю сознательную жизнь отработал, и в морях ходил, а после того, как родился третий сын, я сам запросился, чтобы перешли на береговую работу, так сказать, и работал старшим инспектором по загранкадрам Камчатского пароходства, и, в общем-то, опыт работы с людьми достаточно большой. Очень длительное время работал в службе по обслуживанию транспортного флота, замначальника, именно все суда, которые Камчатского пароходства и не Камчатского пароходства, которые приходили в Петропавловск, так сказать, приходилось работать с ними. Ну, в общем-то, закончил фактически свою, можно сказать, бизнес-деятельность, потому что работал по разным направлениям, после того, как Камчатское пароходство, к сожалению, развалилось, уже и свои предприятия открывал, и на дядю, как говорится, работал. Последняя моя запись в трудовой, генеральный директор судоходной компании. В 2009 году у меня был опыт, первая сетевая компания, куда я попал, поработав несколько лет. В общем-то, для себя понял, что это именно изюминка, которую нужно использовать для того, чтобы стать финансово независимым человеком. Опять же, пройдя несколько вариантов компании, волею судьбы приехал Александр Гаврилов с Иркутска и рассказал тему Life is Good. В общем-то, в 2015 году, правда, с головой окунулся в эту идею, и уже не вижу себя по другому направлению. Решение заняться email-бизнесом, оно было легкое и спонтанное, или все-таки приходилось решаться, думать, сомневаться? Это, опять же, может быть, стандартная фраза, идут на людей, на человека. И как это было приводнесено, как это было рассказано, и перспективы, и прочее. В общем-то, я моментально как-то принял для себя решение, что да, это мне понравилось, это мне интересно. Ну, не суть важна, какая компания, но сам факт по себе был, что пообщавшись, поработав на Камчатке, мы на полгода уехали в Казань, мы жили там, общались с людьми. Вот это вот, мне правда импонирует то, что сам для себя, что когда я работал в отделе кадров Камчатского пароходства, день пролетает моментально, приходишь в 8 на работу, а уже 17, и поток людей, и все время интересно, и все время решаются какие-то задачи, поставленные, так сказать, и от отдела кадров, и человеческая, так сказать, судьба каждого рейса, то, так сказать, надо что-то увязать. Вот это вот общение, оно продолжалось как раз вот в МБЛМ, индустрии, так сказать, поэтому мне это было легко и просто, и принять решение, наверное, получилось легко. Ну, а уже со временем, вот с этого, с 2009 года понимаешь, что куда пойти, в какую компанию пойти, это уже надо осмысленно принять решение. Но то, что Гаврилов приехал и рассказал про Life is Good, ну, в общем-то, это тоже было на человека, буквально за 15-20 минут первоначального общения, и фактически было принято решение, что да. С самого начала сетевого бизнеса, с самого начала твоей карьеры, не все же складно сразу получалось. Были какие-то отказы, и как ты пережил первые свои отказы, первые свои 100 отказов? Меня, может быть, правда, первоначальная работа в Life is Good вдохновила то, что, ну, не буду сильно расхваливать, но на Камчатке люди, наверное, какого-то немножко другого склада характера, что ли, закрытая далекая территория, и люди ближе общаются друг с другом, и взаимоотношения. Мне стоило позвонить и сказать, что ребята, есть такой проект, посмотрите, подумайте. Зная меня, зная, так сказать, как говорят, что сперва ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя, вот это сработало, и у меня камчатская ветка сразу пошла моментально. Да, они там какое-то время принимали решение, но группа создалась достаточно быстро, и офис открыли, и приехали туда поддержать и помочь развиться. Поэтому отказы, это неважно, это опыт, поэтому заостряться на это нет смысла. Что тебе больше всего нравится вообще в MLM бизнесе? Что больше всего привлекает в сетевом маркетинге? В первую очередь, наверное, идея. Идея того, что это необходимо, это без обмана, это, так сказать, возможность помочь людям с этой идеей. Вот это вот как раз внутреннее вдохновение на то, что это нужно, и это донесешь людям. Второе, опять же, общение здесь безграничное, ну и не надо скидывать со счетов финансовую сторону, потому что это реально хороший результат по доходам, по своей финансовой состоятельности, и этого можно достичь. Поэтому вот, наверное, три таких, так сказать, направления, что ли. Виктор, а что ты получил вообще от сетевого бизнеса, и что тебя по сей день привлекает в сетевом маркетинге? Ну, то, что получил, уже как бы работает команда и хорошо работает. Но финансы, которые я получил, может быть, несравнимо меньше с теми людьми, которые работают там около трех лет. У меня получается полтора года сотрудничества в этой компании, и доходы только растут. Можно так сказать, что это еще не достигли еще того желаемого результата, который я, так сказать, ожидаю. Ну, а душу греют перспективы. Дальний Восток еще работать и работать. И у меня сейчас, в частности, вот я недавно был, летал в Хабаровск, и люди есть уже в Хабаровске зарегистрированы, в Ванино. Я планирую в ближайшее время поехать в Совгавань, там, в Комсомольск-на-Амуре, плюс Сахалин, плюс Магадан, в общем-то, перспективы такие, ну, воодушевляют. А все, опять же, уйдет на финансовый и конечный результат, что развить именно на Дальнем Востоке такую сеть свою. Сейчас надо только работать. Виктор, а с высоты своего карьерного уровня, с высоты своего успеха, что бы порекомендовал начинающему, начинающему сетевику? Степ-бай-степ. Получается, что, правда, может быть, какие-то отказы, может быть, какие-то сомнения. И даже в группе, и по Приморской, и по Камчатке, просто спрашивают, или, так сказать, советуются, что вот загорелся, а что-то не движется, вот нет какого-то продвижения. Поэтому, ну, здесь, наверное, все-таки советоваться почаще с вышестоящим, какие шаги намеренно сделать, так сказать, первую неделю, месяц. И уже потом вот именно, что не отклоняться уже от курса. Здесь результат будет однозначно. Поэтому надо просто верить в себя и верить в компанию. Если перебрать или объединить все качества, которые способствуют успеху, для нашего бизнеса какое качество, по твоему мнению, самое главное? Быть порядочным не только к партнеру, но и к самому себе. Что здесь, правда, обманывать нет смысла никого. Ты работаешь на имидж, потом имидж работает на себя. И даже многие годы спустя видишь людей и вспоминают, и с удовольствием жмут руку, так сказать, идет общение. Это основное, по-моему, с моей точки зрения. Виктор, спасибо за твой опыт, спасибо за прекрасное интервью. Желаю успехов и дальнейшего процветания. Продолжение следует...